И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш уникальный тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы перешли к массажу ног. Массаж ног сзади. Когда человек у нас лежит лицом вниз, животом вниз, а филейной частью кверху, к губову. Оголяем, как правило, ту часть, которую обрабатываем. Ну, в данном случае у нас от стоп до ягодиц. А ягодиц, как я вам говорю, уже не входят в массаж как и спины, так и ног. Вот у нас ассистент. И вам будет работать с другой ногой, поэтому мы оголяем вторую ногу. Всем приветствуйте. Ну, меня, как вы знаете, зовут Яковлев Гудвин. Делаем так вот. Реклама чулки Билайн. Вот. И, как вы знаете, мы идем от общего к частному, да, поэтому сначала мы уже масло нанесли, да, причем ловите лайфхак от Гудвина. Заранее, поскольку мы не смазали маслом голень с той стороны, да, мы чуть побольше добавили масло на стопу сверху, на будущее, чтобы потом отсюда ее снять и обмазать нашу голень. Ноги, естественно, лежат на подушке, да, подушка лежит под щипотками, чтобы мягко она разгибалась, растягивалась, и пальцы висят вниз, от этого нога еще больше расслабляется. Идем работать по зону, то есть все наши движения снизу и вверх, как вы помните, да, но зона располагается в противоположную сторону. Первая зона, вторая зона, третья зона, четвертая зона, ну и пальцы пятая зона. Начинаем с общего массажа, собирающего вдоль всех мышц, телосухожилия, быстрыми генетическими движениями проходим до самого верха. Перешли на ягодичную зону, эти мышцы расстеглись в зону, поперек, можно кулаком, ой, приплечем, кулаками, отлично, подавили. Ну, в принципе, приемы те же самые, которые мы делали со спиной, да, и последовательность тоже самая, та же самая. От поверхностного согревания до глубокого проминания и до самых триггерных точек, которые находятся глубоко. Помните, мы там делали вокруг вересла бедренной кости три прохода шестеренок, отрямлением, раз, два, три, кулаками, по росту мышц, сверху, посередине, и по месту крепления их к бедру. Растерли. Когда появилось покраснение, здоровый румянец, я называю, значит, уже есть достигнутый эффект. Переходим к бедру. Еще раз, быстро растерли. И теперь встаем к бедру прямо, так, чтобы наша середина живота находилась по центру обрабатываемой зоны. Делим визуально всю ногу по вертикали на две части, внутреннюю и наружную, медиальную и латеральную. Движение опять ведем снизу. Разминаем внутреннюю часть, захватываем, как можно, ниже, прямо от стола, чтобы отделить снизу вверх. И большие движения мощно тоже вверх. Теперь присели по внешнему часть, снизу вверх. Теперь общие скручивающие движения, захватывая обе зоны, внешнюю и внутреннюю. Достаточно сильно делаем снизу вверх, доходим до ягодиц. И вводим все наши движения в паховую зону. Всю лимфус скатываем туда. Теперь целиком все новое. Берем мощным захватом и все мышцы спрессовываем. Вверх. Смотри, зеркально, да. Вот так. Можно ладонью, можно кулаком. Теперь переворачиваем. И было так, теперь вот так. Одна рука ведет, другая поддает ткани к ней, чтобы было плотнее. То есть ведущая у нас рука та, которая внутри находится. Ну, тут тоже небольшой лайфхак скажу. Можно немножко подкачать свои руки. За счет того, что ткани сопротивляются, да. И мы вот кулаком сгибаем его, вторую руку дополнительно напрягаем, да. И у нас работает бицепс на сгибание. А вторую руку, когда идем, согнутый начинаем и распрямляем ее. Работает трицепс. Можно немножко такой инфинцем для себя заняться. Теперь растираем поперек этих нож, да. Инвертируем ладони вот так вот. Движение будет вот такое. Вот самые коленки. Быстро, быстро, быстро. До самого верха. И уходим в округу зону. Теперь не растирание. Так же держим руки, но мы продавливаем. Снизу верха на место сгиба коленки не давим, чтобы лимфоузла не передавить. На повыше чуть-чуть. Медленно вот так вот продавливаем, спрессовывая. Тут мы не разминаем, а именно давим. Спрессовываю ногу к столу. Всем своим корпусом. Это мы прокачиваем лимфу. Лимфа идет в организме очень медленно. Примерно один-два сантиметра в минуту. Поэтому наши движения в данном случае тоже медленные. И переходим к кулачковой работе. Разворачиваем все вот так к телу, к столу. Первый прожимаем точки по линиям визуально, да. По середине и в стороны. Мышцы в стороны. Второй проход. Это шестеренки. Большой палец работает против остальных пальцев. То есть он разводит ногу, а мы поднимаем с боков. Да, да, да. Вот так вот. Молодец. Далее удерживаем ногу, чтобы она не укатилась. Ну, либо кулаком встали, далее мы прям не укажем в нее. Любым способом. А тут вот шестеренками боли уже глубоко. Более серьезно прорабатываем снизу вверх. Идеально у нас есть ноги. Да, она бывает болезненно, поэтому я не беру сестры. Теперь переставляем руки вот сюда. И работаем с наружной стороны. Это только просто упор, чтобы нога не укатилась. Теперь обоими кулаками приподнимаем ногу. Просто потрясти, как будто мы пытаемся оторвать мясо от костей. Вот, быстрые проходы. Лапа-леопарда вверх, дополнительно создаем гипидемию. И переходим к икле. Если нога завернулась или завалилась, да, то вы сами поправляйте так, чтобы она лежала полностью задней частью вертикально вверх. Раздвигаем пальчики по очереди. Сначала так, потом вот так, потом вот так. Как? Нежней. Нежней. Нежней, так. Оставили следующий пальцем. Оставили следующий пальцем. И это теперь только мизинец. Но это, на самом деле, все очень просто, когда вы будете делать. То есть, между ними мы зажимаем коленку. Так, втерли, и потом следующий пальчик пошел. Следующий пальчик пошел. И теперь всю икроножную мышцу с двух сторон с ахилловым сухожилием, не забываем про него. Она, мышца двуглавая, делится пополам, да, вот мы их тоже так по отдельности. Разминаем пальцами, по отдельности растираем. Левую часть, итеранную, и медиальную часть. И вот такие вот восьмерочки. Подхватываем внутренней рукой снизу. По голени вот так вот, очень приятное движение. Натягиваем стопу на себя. Сейчас она будет работать вот так вот. Или стопу, легонечко. А другой рукой, между подушечками, ладони, зажимаем ахиллосухожилия. И они работают друг против друга. Далее положили ногу, натянули пятку на себя, прям со всей силой. Между костяшками пальцев, зажали ахиллосухожилия. И такой ролик, как бы сделали. Опять все, наше движение снизу вверх. Рука превращается в кулак. Мы раздавливаем ягодицу. Даем, даем вперед. И доходим, да, можно покачать. Доходим до сердечной кости. Там то, чтобы культурно подавили ее и прояврировали. Но, чтобы было лучше этот прием, мы делаем захват и крыль. А, а, захват вообще всей голени. Таким образом, вот тут дополнительно находятся точки с этой стороны, где косточка заканчивается. Выбирающая, да? Нет, 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 нет. Там голая косточка заканчивается. Начнула. Вот тут четыре точки поляржа, как-то есть. Больно, что-то? Если год. Покажи. На скелете. Вот, в угарок кости заканчивается, да? И вот тут находятся четыре точки. С другой стороны. Точки долголетия. Их там пытаются и тебе цифриками будут прижигать, там чаще их массировать. Поэтому мы дополнительно говорим человеку, ну, если противляется, мы говорим, не волнуйся, мы тебе массируем точки долголетия, будешь долго жить. Вот, захватили их, да, с той стороны. А локтем захватили с прошлой стороны пятку. Вот. Вот так. С этой, с этой стороны. Получился у нас вот такой захват. Вот плотный такой, да? Вот мы ногу натягиваем, а когда уперлись сюда, сейчас вытягиваем ногу в длину. И дальше разворачиваем бедро, локтем за пятку внутрь. Да. Чтобы отстелось бедро, бедро так чуть-чуть приподнимается, но, может, здесь еще раз вокруг бедра. Ну, да, можно сказать. Теперь раздавливаем все ноги целиком, обоими, предплечьями. Идем, идем вверх. Идущая рука, которая впереди. Раз, проход. Два, проход. Здесь мы делаем, чтобы не столкнуться лупами. Так, или неаккуратно. На самом деле, я делаю гораздо глубже, и получается, это для меня же тоже очень полезно. Полезная разводка с сопротивлением. Растягиваются грудные мышцы, лопатки за рискуются. Это профилактика сколиоза грудного отдела для нас самих. Растянули, да? И теперь сам делаешь, покажи. Я просто плотно, прям, всем весом сверху. Раз, надавил. Ой, крепость особо идти не надо, поэтому тут она обратно идет, расслабленно. Уперся в ягодицу, а тут уперся в пятку. И вот, дополна, с ничего стянули. Готово, самого-то просто хруст в этом деле. Обняла рука. Ну, ты в этой части видишь. Да. Да, икори бывают болезни у некоторых людей, поэтому спрашивайте. Не, не пришел до пятки. А, заперся в пятку, а тут оперся в седальщину кость. Допонятно растянули. О, вот чувствуешь. О, да. То есть, тело нашего пациента для нас является тренажером. Да, то есть, вот этот секрет. А, теперь мы перекладываем ногу, ну, по очереди, ведем, вот сюда. Она зацепила саму за пятку, да? Мы немножко придерживаем и поднимаем внутреннюю часть ноги поближе к себе. Этим предплечием быстро латеральная часть, тут находится фасция, большая фасция бедра, растягиваем ее вверх быстрыми энергичными движениями. И локтем уже внутри, по мякоти, по мягким мышцам, идем и прорабатываем ягодицу с бедром вместе. Возвращаемся в исходное положение. Дальше, что мы придерживаем локтем, много тут приподнимаем. Просто приподнял, просто приподнял ткань, перед рукой. И придерживай просто бедро, чтобы у меня укосилось. Дальше, что мы увеличим движением вверх, сбоку, звук руковой части. И чтобы локтем не задеть само бедро, перевышу вот сюда на мягкую часть, это тоже локтем. Какое ощущение, похоже? Ну, глубоко, да? Вот. Для некоторых людей, ну, далее положили, да, и можно еще максимум так параллельно просто пройти, по всем мышцам. Раз, два, три, четыре прохода. Прямо стрелок, целок туда внутрь, в ногу, в ногу, в ногу, в ногу, в ногу. Ягодицу впиваешься. Вот. А теперь уникальный прием, разработанный свыше, великим и прекрасным будвиным, когда мы мышцы, во-первых, грушевидную, во-вторых, ну, там много глубоких мышц еще есть, которые могут быть спазмированы и пережаты, мы их раздавливаем, и поперечно их оттягиваем в стороны. Соответственно, когда мы идем вокруг большой верстелой бедренной кости, внутрь, эту, ну, часть ноги загибаем на себя, когда наружу, тогда загибаем в ту сторону. Демонстрируем. Ну, чтобы легче понять, можно так вот, одну руку, первая, да? И вот, нога идет против локтя, в другую сторону, другой рукой. Еще раз показано, иногда можно дополнительно довернуть ногу, поворачиваем, вот вот эту грушительную мышцу, часть людей болит, которые пережимаются дальше нерв, потом в обратную сторону. Вот, дошли. Очень глубоко, проработка, да? Почувствовал? Ну-ка, попробуй. Идем. А у нас, друзья, вы зря смотрите видео, мы все делаем на практике. Да, не на косточку, а на мягком месте. На себя. Который рукой, натягивай. Посмотри, вот, уперся, да? Не чувствую, что упор. Сразу еще раз, натянуть. Вот, в принципе, То есть, мы, получается, делаем упор локтем, а за счет того, что двигаем ногу, она сама массируется об наш локоть. Получается. Да, да, да. Вы, конечно, видно мышцы, тут можно почувствовать. Или там под ней, еще мышцы. Там нормально, да? Там чувствуется. Там еще есть мышцы соединяющие. Я не знаю. Сыдают, что кожа с бедром с этой стороны. Какой-то, как и сердце. больно ему, не берем сердце. Мы же пока тренируемся, вопечаешь в программе. Когда у людей будет больно, тогда вот они пусть, тогда ты ему говоришь, что вот, извлечение, и через боль придется, это может продавить. То есть, раз, идем, волокно почувствовали, расшатываем, и получается еще разрывная. Да. Расшатываем вот так на голове, так на себя. А в обратную сторону? А в обратную? Вот себя. Отсюда. Вот тут открыл бедро, вот это мышцы, как раз можно проработать. Это наклонять, да? Да. Аккуратно, аккуратно, ему больно уже будет, все выхватит. Не переусердствуй. Вот. Отлично. Вот цены техники. Возвращаемся теперь к пятке. Ну, точнее, не пятке, а к икроножным мышцам. Да, становимся теперь федикулярно наша область донтянина против середины этого участка. Теперь начинается хилосухожилие в медиальном части кроножных мышц. Растираем латеральную часть. По сути, то, что мы делали с бедром, да, те же самые движения. Повторяю. Потом все вместе наскручивание. А нашим конечностям, лукам и ногам, очень нравится, когда мы скручиваем, типа крапивки такое. Женя, можете таким образом, как можно, быстрее старается расслабиться, отпустить всю боль. Закончили здесь, да, и немножко так можно нагнетать кровь, лимфу сюда и быстрее движение в подколенную в квазину к лимфу-узлам. Дальше берем такой прием с обе мышц теперь. Внешне, внутренне, расценили, раскачали и уши стороны. Сны и стороны. Сны и стороны. Следующий прием уже будет поглубже. Мы внедряемся пальцами хаотично между волокон, как где получится медленно проходить через всю ногу, ягодицу, прокачиваем лимфу, внутрь и уходим в подвздошную в квазину в паку-узу. Потом кулачками достаточно быстро в педагогине вся вода. Она задействовала, вся вода будет проснеет, согревается. Теперь вот этот прием, который мы уже делаем с бедром, а теперь делаем с утрой и продолжаем с бедром. Друзья сюда, помогаем лимфе быстрее сечь. Теперь поднимаем от кости, нажимаем мышцы вибрации. Молодец, мощно работаешь. Теперь прием называется лимфатическая труба Гудвина номер один. Перед этим делаем такой классический прием. За счет чего двигается лимфа в обычных мышцах? Либо за счет массажиста, либо за счет сократительной деятельности мышц. Мы имитируем сократительную деятельность мышц. Рука идет плавно, как рыбка. Она прилегла и не крепилась, пока не довела до конца. Все движения делаем. Достаточно медленно, но плотно продвигаемся вверх. Как гусеница примерно движения похоже. Как тебе такой прием? Тебе как такой прием? А неплохо. А вот сейчас будет поглубже. Прием от Гудвина. Зажимаем все эти мышцы между двумя запястьями плотно у Ахилу схожилия и двигаемся по очереди. Одна рука на другую. Это плотное продвольное движение медленно делается продвиняем племпу. Труба Гудвина номер два. Нам надо сделать так, чтобы с каждой стороны у нас было пока в пальцах. Так руки посмотреть. Не, посмотрите, так сначала поставь. Пока потенерируем все воздухи. видишь, пять пальцев получился. Вот. Чуть может съехать, так, чтобы было пять пальцев. И теперь потенерусь, что как будто мы снизу начинаем сжимать до верхнего. То есть, вот мякоть будет нажимать. верхний пальц будет. Ты сверху не созимаешься. Начинаешь снизу. Во, 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 во. Вот так, да. делаем ноги и у вас это получится, дамы и господа. Вот такое движение получили снизу вверх. Как паучок. Обхватываем плотно ногу. Начинаем снизу вверх. Выдавливать как бы выжимка такая плотная. А человек чувствует, как будто бы его ногу медленно когда-то вот туда. Белец много. Прожовывает и потом выплевывает. И лимфатическая труба бодвина number three. Ой, free вот так. Короче, делаем вот такое концо, которое можно маневрировать сжимая или разжимая диаметр, и немножко вращаясь. В небольшой случае, не сильно. представляешь, как будто бы это вот вход в консервную банку, и мы сюда должны продавить греймфрут или там помело, которая больше диаметра мы должны продавить. Самого узкого места берем, даже может припадет ногу, чтобы больше. больше цепла. Придем припадем ногу туда. 5-го да. Немножко подключивая. В этом приеме нет смысла разминать, но именно медленно тянем лимфу и ввозим ее опять в парку вазон. Но, если человек лежит без трусов, в принципе, я увожу сверху над гребнем воздушных костей. Вот туда выводится. У нас получается вот этот версий бедрами костей. Ну, ничего страшного. Так, теперь еще один секретный прием, который делается не для всех, но, в принципе, если у человека все равно зажатые мышцы, и вам, когда при ней ведете, ему болезненно, тогда мы прожимаем его точки акупунктурные. Точки находятся следующим образом. Вот складки видимые, отступаем примерно 5 миллиметров, вот первая точка находится, 5 сантиметров, да, вот тут находится первая точка, болезненно, вот, от нее 3 сантиметра внутрь, это тоже не болезненно, но обычно и 3 сантиметра наружу. Компункта щипает, такая, щипает. Мышцы заканчиваются вот здесь, примерно дальше начинается сухожилие, туда человека не очень видно. Покажу на экспонате на себе. На себе не показываю. Как можно это поставить? Вот, видно, да, где заканчиваются мышцы, соответственно, пошли сухожилия. Вот это место должно идти. очень хорошо видно еще и вот грушевит, баловидную мышцу, и следующую мышцу, поднимающую стопу вверх. Вот, примерно здесь не заканчивается, соответственно, от этой точки до этой точки, берем половину расстояния и прижимаем вот эту точку. прожимаем мы как? На вдохе. Все точки делаем на вдохе. Вдох, нажали достаточно сильно, подержали секунд 5, ну, 10 максимум. И отпустили. Теперь от этой точки до этой точки еще пополам берем. опустили. Ну, ты сильнее прямо нажми. Или тебе нормально, терпимо? Ну, вам можно подальше. И вот эту точку, где первая опустили. Еще раз, я просто недопонял. Здесь мы середину берем или конец мышц? И конец, и середину. Мы берем середину. Вот конец мышцы, да? Вот это 5 сантиметров мерили. Берем середину, см, первая точка, вторая середина, тридцать точку между ними и вот эту точку. На начало мышц. Да. Вот. Теперь точку посередине бедра. Вот здесь. Видео с бедра это, соответственно, B, это двойная мышца, место, где она соединяется. Двойной кучок. Потом по центру с внутренней стороны идеальный. по центру с внешней стороны. И примерно ширина ладони вверх вот еще одна точка. Болезнь? Ну так, непонятно. Если и это не помогло, но уж очень сильно забитый мышц у человека, тогда делаем такой прием. начиная со стопы, поднимаем и говорим, что теперь сам работай. Работа опускай стопу вниз, поднимай вверх, опускай вверх, поднимай. И пока он это делает, мы продавливаем все эти точки. Вот таким приемом поднимаем, будем работать через боль. Можешь с двух сторон, дожди, не огонь на очереди. Скажите, может, я сильно. Сильно, да, очень дамишь, можно чуть-чуть полегче. Невозможно двигать, потому что дамишься. Да, да, но если человек не может двигаться, это вы ему помогаете своей рукой, своей рукой движение. Я могу полегче, чуть-чуть, старый, здоровый. Речь не о тебе конкретно, люди были, старые, пожилые, опущение стопы, много подвижности. Дальше мы двигаем голью, опускаем вниз и поднимаем вертикально. Пускай, поднимай. Да, поднимай. А, да, надо их делать. Мы продавляем как раз по ссылочке по центру. давай. Поднимай. Болезненно, но надо. Первый свидетельшим гость и все закончили. Давай, второй. не так нормально. Здесь болезнь была, да? Не, вообще здесь нормально. Это вот, когда пригревели, больно было. Ага. Ну, у нас может подпикивать, я лучше вздыхать. Давай договоримся обусловно знаках, если больно, ты сразу делаешь такой дозунной. Ничего нечего не скажешь. дастесь фантастии. Вот еще одно секретно, как бы мышцы, да, это пояснично-подвздошно, там, где она крепится, очень близко к ягодице, надо будет вот эту мышцу продвинуть, зайти вот туда, спереди вот так. она бывает такая жесткая, ее с нежесткой не работа так немножко проигрывали. За счет познити полянок жестко-поседает. Продавили. Так, теперь, ну, после того, как мы прогнали лимфу, да, переходим, масло не хватает, добавить, добавить масло. Да, не вредно, добавлю. чтобы было слышать глазки. там ее нет пластических. Да, ты не подготовилась, помнил ноги. Вот, и у нас не хватало масла на голень, да, поэтому вот лишние остатки снимаем отсюда, растираем по голени, растерли стопу, за деревья, растерли голень, за деревьями уже замерзла, вместе с пальчиками. можно вот такую приказку сделать вдоль этих мышц. Как раз у нас тут праздник, да, и у кого очень удобно ложится. теперь нас интересует горень, мы, вот, кость находится с этой стороны, немножко прогнатый гнатыш, мы ее делаем прищепку, большой палец идет против всех остальных пальцев, и отжимаем мышцы, отрывая их, как бы, костей, сверху вниз, немножко под углом, 40 градусов, и отрывая их, еще раз нечет, вот, поджимаем мышцы сверху вниз, далее, обнимая, ласково обходя в руках лодыжки, проходимся пальцами вниз, прощупываю, как раз как бы, было видно, все остальные мышцы, вводим лимфы вниз, и переходим к работе со стопой, сначала схватили за голень пониже, чиплотки, взяли стопу, как ракетку, под маленькую тени сюда, держали пятку, расшатали, быстрее, в личном движении, под право, аккуратно, и наружу, а, право, нет, лево нормально, право, право, это тебя аккуратно, пятку придерживаю, внутрь расшатали, и наружу расшатали, терпимость этой, теперь, перевели руку повыше, вот, где она крепится, сама, стопа, да, вот, как бы, так же, разжимай, пожимай, наружу, пробегайся чуть, теперь, вот, в это место, расшатали, подробнее, теперь, перехватили пятку, большой палец убрали, и отдельно, ставят пятки, расшатали, теперь, перехватили выше, плюсную кость, и плюсную кость, расшатали, теперь, схватили левую часть, отдельно, правую, отдельно, расшатали, участвуют, упирают косточки, нет, где даже не гнется, вот, теперь, массируем пальчики, каждый по отдельности, обращательными движениями, с вытяжением, затягиваем, это я делаю, чекотно, просто, не помню, с пальцами, по нижней работе, получается, очень мягкие, техники, эротические, дополнительные движениями, добавим, что-то физма, не надо, не надо, ладно, ставим это в секрете, на другом тренинге, я вам покажу, по эротическому массажу, как для мужчин, так и для женщин, не забудьте подписаться, и смотрите, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить, новое видео, где я вам буду говорить, о наших новых тренингах, я Олег Алабудин, популяризатор массажа технологий, во всем русскоязычном, пространстве интернета, так что не упускайте, эти возможности, разворачиваем стопу, немножко вот так, туда, и мы сейчас,